Ежегодно 30 сентября православные христиане отмечают День памяти святых мучениц веры Надежды Любови и матери их Софии, которые во время гонения на христиан не отреклись от веры. В начале второго столетия нашей эры в Риме в богатой семье жила христианка София. Повзрослев, она стала женой язычника, но супруг любил ее и не требовал отречения от христовой веры. У них появились на свет три дочери – Истис, Эльпис и Агапе, в переводе с греческого – вера, надежда, любовь, у которых София воспитывала любовь к Богу, обучала их вере и христианским добродетелям. Девочки росли в любви, трудились и изучали Евангелие. В те времена были суровые гонения на христиан. Проповедование Сына Божьего грозило жестоким наказанием, а зачастую пытками и смертью. Вере было 12, Надежде 10, а Любови всего 9 лет, когда слух об их удивительной праведной семье дошел и до императора Адриана. Деспот разгневался. Такой чудесный пример светлой христианской жизни не должен был вызывать восхищение подгласных ему людей. Он приказал привести христиана к нему во дворец на суд, и заставить отречься от своей веры. Правитель пожелал лично поговорить с ними, чтобы уговорить отречься от своей веры, поклониться языческим божествам и принести жертвоприношение богине Артемиде. Дети мои, я всей душой полюбил вас и не хочу вашей смерти. Поклонитесь нашим божествам и будьте моими дочерьми. Наш отец – Господь, и мы его дети. Не нужна нам другая любовь. Император впал в ярость. Его милости был брат любой, а тут его отвергли. И кто? Юные девы. Адриан велел публично казнить девочек. София похоронила своих детей, как подобает по христианскому обычаю, и три дня оставалась у их могил, пока Бог не принял и ее душу в небеса. Святые останки матери и дочерей хранились во Франции, в Эльзасе, в Бенедиктинском аббатстве на острове Эшо, а местный монастырь стал называться аббатством Святой Софии. Но после французской революции монастырские здания были проданы. В самом монастыре был устроен трактир с винным погребом. Куда исчезли мощи, осталось неизвестным. В день памяти мучениц верующие идут в церковь и обращаются с молитвами к святым. Молитвы перед иконой помогают в создании семьи и семейном счастье. В святой семье часто молятся о рождении ребенка, а также о здоровье детей. Кроме этого, считается, что молитвы в этот день излечивают женские болезни. Замужние женщины в церкви покупали три свечи. Две из них ставили в храме, одну приносили домой. Ее ставили на ночь в каравай и 40 раз читали молитву над ним, а утром кормили всю семью. Считалось, что если испечь такой каравай или пирог к празднику, в семью вернуться взаимопонимание и гармония, при этом нельзя было выбрасывать ни кружки от выпечки. В народном представлении вера, надежда, любовь и София являются покровительницами женщин в домашних делах. По старинной традиции женщины, даже те, чья судьба сложилась удачно, начинают этот день с плача, как София, которая оплакивала своих детей. Считалось, что пролитые в этот день слезы послужит оберегом на счастливую судьбу. 30 сентября называют вселенскими женскими именинами, поскольку день ангела в этот день отмечают женщины сразу четырех популярных имен. Именины отмечают не один, а целых три дня. Свои именины отмечают все девочки, девушки и женщины по имени Вера, Надежда, Любовь и София. Их принято поздравлять днем ангела, посвящать им стихи, дарить подарки, иконки, ладанки, сладости. В свою очередь именинницы угощают родственников и друзей пирогами, которые сами же испекли. Именинницы также посещают церковь, молятся ухоны великомучениц, просят о здоровье, любви, о крепкой вере и благополучии. Если праздничный день без дождя, то зима будет теплой, а если утром хмурое небо, то ближайшие дни будут солнечными. Если еж строит свое логово посередине леса, зима будет очень холодной. Если белка линялась снизу вверх, то ожидалась холодная и даже суровая зима, а если у белочки была голубая шубка, то весна будет ранняя. 30 сентября в народе считается нехорошим днем. Хозяйки стараются не заниматься работой по дому, а вместо этого идут в церковь и молятся о здоровье детей. Не принято устраивать и большие застолья, поскольку праздник по своей сути трагический. На 30 сентября они назначают венчание и помолвку. В то же время договариваться о свадьбе считается хорошей традицией.